Вам кажется, что вы знаете все о бизнесе, об экономике, о том, как продавать ваш продукт? Вам кажется, что сейчас время экономить на всем? Мы докажем вам, что сейчас лучшее время для работы и для развития бизнеса. Те, кто не понаслышке знает, что такое адаптация под сложные рыночные отношения, уже сумел извлечь толк из кризисных состояний экономики. Безусловно, первое правило – не опускать руки. Второе – искать оптимальные варианты вложения средств для привлечения партнеров, клиентов или инвесторов. Именно здесь время вспомнить о единственном двигателе всего в этом мире – о рекламе. Да, реклама не только двигатель торговли, она способ формирования стереотипов, моделей поведения, представления о красоте, о популярности, о мире. Согласитесь, как бы странно это ни звучало, но сегодня именно реклама формирует у нас систему ценностей оцены. К примеру, вы можете быть разработчиком уникальные процедуры восстановления организма или производители лучших в мире оконных рам. Но это так и останется вашим достоянием, вас и вашей семьи. В лучшем случае без рекламы о вас узнают соседи и друзья. Без рекламы ваше производство малоприбыльно, ваши услуги не востребованы, ваша продукция неконкурентно способна. Что дает нам реклама? Реклама продает и повышает ваш доход. По сути, реклама дает представление о том, что лучше купить, куда лучше сходить, где лучше лечиться, где отдыхать, что носить и на чем ездить. Она делает выбор за нас, помогает среди миллиона предложений выбрать оптимальное. Сегодня предложен огромный выбор самых разнообразных рекламных инструментов. Телевидение, радио, пресса, наружная реклама, интернет-реклама. И, к счастью, придумана еще масса способов донесения информации у товара или услуги к потребителю. Но необходимо четко осознавать, что телевидение всегда основной, массовый, доступный и в перерасчете на цену контакта с потребителем самый дешевый инструмент рекламы. Если расценивать каждый из видов рекламы отдельно, они действительно эффективны для некоторой группы товаров и услуг, как поддержания имиджа, как часть рекламной кампании. Радио – отлично, но не все потенциальные потребители слушают ту или иную FM-волну, да и вкус и цвет ваших неповторимых тортов радио не передаст. А следовательно, если у слушателя неразвитого ображения он не ваш клиент, и деньги на рекламу потрачены зря. Пресса заслуживает доверия, но мы давно перестали быть читающей нацией. Да и интонацию слов атмосферу рекламной кампании и печатной СМИ не в силах передать. Интернет-реклама достаточно перспективна, но на сегодняшний день уровень проникновения составляет всего лишь 10%. Оптимальным вариантом является рекламная кампания на телевидении. Естественно, не стоит исключать все вышеперечисленные варианты, но уже больше в виде вспомогательной рекламы. Какой бы дорогой ни казалась реклама на телевидении, на самом деле она намного дешевле и доступнее всех остальных средств рекламы. По данным Publicis Group Ukraine, украинского офиса Publicis Group, одного из самых больших рекламных агентств в мире, стоимость одной тысячи контактов в различных медиа составила интернет 5 долларов, пресса 25, радио 4 и ТВ 1,5 доллара. Телевизионная реклама является оптимальным средством продвижения продуктов массового потребления за счет широты, охвата аудитории и возможности комплексного воздействия на зрителя. Реклама на ТВ эффективно используется для продвижения бренда или повышения имиджа компании, так и для прямой продажи уже сегодня и сейчас. Такая реклама включает все рычаги воздействия – изображение, звук, движение, цвет и оказывает большее воздействие, нежели иные виды рекламы. Качественная реклама – это интересная визуализация, четкая и ясная, лаконичность и понятность терминологии. Вы смотрите, и образ уже откладывается на подсознание. По данным Всеукраинской рекламной коалиции, в прошлом году на медиарекламу было потрачено 5 миллиардов 280 миллионов гривен. Из них реклама в прессе – 1 миллиард 892 миллиона, наружная реклама – 650 миллионов, интернет-реклама – 145, радиореклама – 120 миллионов, лидирующее место у телевизионной рекламы. В 2009 году в Украине на нее было потрачено 2 миллиарда гривен. В мире ежегодно тратятся миллиарды долларов на рекламные кампании, на ролики и слоганы, на раскрутку новых марок, на поддержание хорошо известных брендов. Крупнейшие ведущие мировые кампании уже давно осознали тот факт, что реклама – она, и именно она двигатель торговли, двигатель любой сферы производства или услуг. И именно поэтому в бюджете каждой уважающей себя компании или предприятия обязательно прописана графа «реклама», которая отводится чуть ли не половина общего бюджета. И это не пустые траты. Они окупаются сполна. Ведь вы помните, главное правило – если у вас нет правильной рекламы, вас нет на рынке, вас нет в стране, вас нет даже в городе. Реклама говорит о вас красноречивее, чем ваш продукт. Реклама на телевидении – залог успеха. Реклама на телевидении – самый короткий путь потребителю. Оптимальное сочетание качества, цены и реклама отдачи. Мы предлагаем вам на реальных примерах рассмотреть, что такое эффективная реклама, что такое эффективная реклама на телевидении, как она работает и какой потенциал в себе таит. Те, кто ценит время и деньги, знают – реклама на ТВ – лучший выбор. Выбирать телевизионную рекламу – значит развивать свой бизнес. Итак, предложение недели. Предложение недели – это телевизионный проект, который стартовал в 2003 году. Мы были и остаемся первыми в сегменте пакетных предложений. Это наша идея, хорошо продуманная концепция и наибольший эфирный опыт. Предложение недели теперь на пяти каналах. 70 выходов в неделю детального рассказа о вашем продукте, товаре или услуге по пакетной стоимости. Так много рекламы еще не было. За ваши деньги вы получаете съемку сюжета, написание утверждения текста, монтаж, готовый качественный продукт и размещение в эфире пяти лучших каналов города. Проект предложения недели идеально подходит для освещения акций и скидок, для товаров массового потребления, для охвата максимального количества аудитории. Для элитной продукции, эксклюзивных товаров и услуг мы предлагаем телевизионный проект Здорово! Я хочу познакомить вас с нашим проектом Здорово. Яркий, оригинальный, динамичный модный продукт, рассчитан на тех, кому есть что сказать этому городу. Он идеален для анонса открытия бизнеса, для сферы услуг, для товаров лакшери-сегмента. Если вы в Здорово, то и в бизнесе, и в продвижении вашего бренда у вас все тоже здорово. 40 выходов на двух каналах в течение пяти дней. Вы получаете серьезную представленность в медиапространстве. Участвуя в проекте Здорово, вы получаете авторскую разработку сценарного плана, высококлассную съемку и качественный монтаж. И, соответственно, лучшее время в эфире канала «Вздоровье» и «А-2». Вас увидят все. Потенциальные клиенты, возможные партнеры, коллеги. Так как программа Здорово известна в городе, как проект высокого уровня, ориентированный на динамичных, активных, уверенных в себе людей. Людей, умеющих не только зарабатывать деньги, но и любящих получать удовольствие от жизни. Правильная рекламная политика – это умение грамотно сочетать различные телевизионные программы и проекты для достижения главной цели – продажи и продвижения. Эти два проекта – всего лишь пример того, как эффективно можно продавать продукт и зарабатывать, как при минимальных затратах получить оптимальный гарантированный результат. Мы знаем, как продавать ваш товар успешно и правильно. Мы умеем создавать продукт и, самое главное, продвигать его к потребителю. Доверяйте профессионалам, и тогда вашему бизнесу кризисы будут не страшны. Пока вы смотрите программу и думаете, эти люди уже продают чей-то продукт и приносят прибыль. Не тратьте время зря, не упускайте свой шанс, звоните. Ваши персональные консультанты по рекламе. Анна Исааковна 099-388-3050. Руслан Петрович 099-388-3055. Рекламные консультации бесплатны.